здравствуйте друзья четверг у нас хорошо в целом хорошо а вот новость сегодня с утречка такая иммиграционная по части усугубления процессов обработки дел тех кто подает на политическое убежище причем это касается не только тех кто подает при пересечении американской границы но и те кто подает на статус беженца за пределами сша то есть есть места где можно подавать вот значит будет относиться и к тем и к этим месяц назад мы с вами говорили о том что не месяц прошлый месяц о том что министерство юстиции department of justice выпустила но некоторую такую прокламацию так скажем директиву о том что мы больше не хотим рассматривать в качестве людей которые подходят под политическое убежище тех кто не защищен государством от банд которые орудуют стране и от домашнего такого насилия domestic violence то есть вот скажем там муж жену там мордует а вот государство не защищает ее вот она приходит и говорит дайте мне политическое убежище и когда начинается вот это вот углубленное там разбирательство с тем какие полномочия по конституции там по законам и так далее есть у там генерального прокурора тому президента и так далее то постоянно какие-то новые фишечки там исследуется потому что ситуация новая такой раньше не было вдруг выясняется что вот на самом деле генеральный прокурор может кое-что такое сделать что казалось бы без конгресса и сделать нельзя или президент казалось бы вот можете президент вот чего-то сделать без конгресса в частности вот например вчера президент трамп будучи на встрече в верхах в нато утверждал что с его точки зрения он может выйти вывести страну из нато без того чтобы там конгресс за что-нибудь голосовал хотя мы мы понимаем что для того чтобы вступить в нато конгресс должен был проголосовать за закон о создании блока там и так далее в общем вот такие там дискуссии возникают поскольку закон есть так сказать предмет обсуждения сабжекту интер при ты интерпретации до сабжекту interpretation и вот значит дальше эти интерпретации конфликтные ходят пока не доберется до верховного суда а там значит тоже политически они разбиты на левых и правых и вот так все и получается в общем такая такая система короче пользуясь совершенно уникальными полномочиями которые есть у генерального прокурора вот господин сэшнс генеральный прокурор выпустил эту директиву и вчера к этой директиве как бы уже практическое так сказать руководство было опубликовано оно действует автоматически на всех судей иммиграционных надо сказать что иммиграционные судьи если мы раньше не говорили в этом я не знаю иммиграционные судьи не являются как другие судьи выборными людьми иммиграционные судьи это сотрудники наемные employees это наемные сотрудники работники министерства юстиции они не как бы сказать не руководствуется исключительно законом а они руководствуются инструкциями которые спускают начальство их начальством является министерство юстиции то есть эти закон законом там интерпретации интерпретации а вот есть какие-то еще инструкции фактически закон интерпретирует не иммиграционные судья которому там попала сюда в руки а интерпретирует начальство которое спускает ему свои инструкции он уже в рамках инструкции работы так вот над чем работают умы в министерстве юстиции это некоторые обстоятельства интересно значит вы знаете сейчас большой поток людей которые идут через границу вот в прошлом месяце это было 40 тысяч человек значит 40 тысяч человек обратились за политическим убежием пытались проникнуть или проникли вот как-то вот так так и полмиллиона в год в общем это не немало при таких темпах так вот 80 процентов из них пройдя первое такое интервью получают возможность если они пришли и официально сказать попросили на границу до их пропускают в страну и говорят ну хорошо вот в общем будете ждать суда мы мы считаем что у вас есть основания для того чтобы суд рассмотрел ваше дело 80 процентов и все делается так чтобы они не не пострадали от того что они не знают английского или скажем они не знают ничего не понимают в законах то есть люди такие простые темные не в курсе и как-то вот и система как бы к этому относится с пониманием и 80 процентов проходят но процент людей как из этих 80 процентов если их принять за 100 процент людей которые реально потом получат политическое убежище существенно ниже существенно не я честно говоря не помню я сейчас читал обзор там вот этого нового положения и там не было ни слова про то какой процент реально получать так вот ум и работают над тем что значит если у нас там скажем через границу шло там сто процентов людей 80 процентов из них получили возможность быть услышанными судьей а после чего только допустим половина из них получили статус беженца хотя на самом деле там меньше допустим посмотрите open house и вот я вам говорю что сейчас уже по будням дням стали open house вот так вот половина и значит говорят они есть злоупотребление значит половина из тех кого мы пропускаем злоупотребили у них оснований до никаких не было значит мы вместо того чтобы их сразу отсеять мы то вот их страну пропускаем значит говорят они нужно на стадии входа проникновения в страну когда они официально обращаются нужно их жестче жестче нужно ну и в частности инструкция говорит так что люди которые обращаются на границе с идеей о том что у них там вот или домашнее насилие или банды сейчас эти банды очень очень как бы там беспредел такой жестокий творится в центральной америке пишут что в частности это косвенно как бы связано с соединенными штатами тоже потому что спрос на наркотики высокий и как бы это очень прибыльным поэтому банды начинают контролировать как бы жизнь в каких-то странах то есть что там не было правительства полиции тогда я там все через банды вот они уже на наркотиках вот есть если бы не было спроса на наркотики то может и бан бы не было ну не знаю эти банды здорово там терроризирует народ действительно но с другой стороны вы можете сказать а чего бы им например там из гондураса какой-то там не осесть в мексике почему надо именно в соединенные штаты эти в мексике тоже работа много сейчас из мексики мало кто идет как бы тут есть конечно свои но так что вот через границ туда-сюда желающих не так много вот жили бы в мексике например или там может в аргентине чего вы чего именно сша хотя мы понимаем чего но тем не менее и сейчас добавилась новая фишечка то есть мало того что сразу будут не доходя до суда то есть те кто уже в стране и те кто подавался по причине вот это вот domestic violence или games вот эти вот violence поскольку судьи являются сотрудниками да еще раз судьи и миграционные являются сотрудниками department of justice это что директивы эти выпускаются они для них обязательны к исполнению поэтому те из них то сейчас пойдут на интервью или что-то такое их уже отсеют у них нет искать того что мол задним числом там и так далее вот пришел сегодня на интервью а сегодня вот такие правила вот опять open house перекрестка нельзя проехать чтобы не было опыта давайте вам покажу вот видите он там стоит табличка на полу на земле там дальше въезд на хайвэй вот за деревом а здесь они вот со всех сторон четверг и новая фишечка новая фишечка такая если кто-то проник в страну нелегально то есть он через границу перешел речь не идет о тех кто приехал там по какой-нибудь визе туристической и подал на политику нет а вот нелегально через границу то рассмотреть это сам факт нелегального пересечения границы рассмотреть как факт негативно влияющий на рассмотрение прошения таскать о политическом убежище то есть ты политический убежище хочешь а что ж ты нелегально ты вот давай вот иди там где все чтоб тебя сразу можно было сей вот а ты как-то проник тут есть как бы иммиграционные как бы там либералы они говорят что вообще-то по международным законам рассмотрение политического убежища не может зависеть от того попал человек в страну легально или нелегально то есть это как бы не должно по международным правилам ну вот они не отрицают как бы они не говорят если нелегально то все то мы тебя вообще рассматривать не будем они этого не говорят но они там в этой инструкции объясняют что зависит от того насколько была необходимость нелегального проникновения то есть если есть угроза вот сиюминутного так сказать получение неприятностей там виде там не знаю там физических там каких-то дел вот прямо сейчас есть вот если ты уже ушел из той страны где допустим тебя обижали и попал в мексику где тебя никто не трогает то чего чего бы тебе не пройти официально да то есть если ты пошел неофициально это уже нехороший при но если например ты заплатил каким-то бандитам которые тебя нелегально из там из гондураса через там что там и между ними есть и в мексику и там там их найти картируют там такие интересные у них караваны вот и могут тебя и прибить там и так далее так далее то конечно уже получается что мол вот вот так тоже то есть этим занимается мафиозные структуры криминальные вообще вот людей перебрасывать из страны в страну это как бы бизнес большой такой уголовный не только наркотики мне рассказывал один он из спецназовец из турции так вот он рассказывал что люди из сирии ирака афганистана они платят по 10 тысяч долларов для того чтобы показаться в германии там и так далее то есть там мафиозные структуры разных стран объединяются в их переброски все по-честному то есть оплата после доставки то есть у них все так компьютерно мгновенно работает все все по-честному и вот то есть при всем при том что сказано что проникновение в страну нелегально должно рассматриваться как негативный фактор в плане одобрения так сказать не только петиции но просто чтоб тебя впустили страну или не впустили страну совсем так имя иммиграционный офицер который рассматривает твой кейс в этом в этот момент ты может быть уже в стране но ты попадаешь к миграционному офицеру вот он обязан рассматривать то что ты в страну попал нелегально как негативный фактор но при этом есть возможности то есть человек должен тогда доказывать почему он вынужден был это сделать нелегально а почему не мог легально и дальше вы уже понимаете что зависит сильно от того на кого попал и знание тонкостей там и так далее в общем но мы говорим о том что усугубляется как бы процесс и я думаю что он интересен нам вот это усугубление мы не идем через границу я не думаю что наши зрители ходят через границу я думаю что это интересно в том смысле что какие-то тенденции в стране и вот эти тенденции интересного тенденция сейчас идет к усугубления я иногда получаю письма там людей то есть я много получаю но иногда получаю такие где человек вот так начинает фантазировать он будет вот я там слесарь или там я не знаю там механик там по холодильному оборудованию вот я думаю там в америку вот там английского я еще не знаю там толком но вот как-то так он начинает рассуждать вот как мне попасть в америку и я им говорю послушай говорю так мало того что страна в общем-то закрыта для иммиграции новый но кроме вот там допустим семейная там замуж там женился и так далее вот минимальные там какие то есть исключения но в стране анти иммиграционная истерия и не не столько у населения хотя и население тоже начинает потихоньку вовлекаться и мы действительно идем к тому что иммиграция будет главным вопросом предстоящих выборов в ноябре вот четыре месяца осталось до выборов значит иммиграция выходит на на первое место потому что экономические там вот налоговая реформа население не поддерживает катастрофически то есть экономика цветет и пахнет братья и чтобы ее еще больше разогнать значит надо богатым дать больше денег за счет бед нет 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 поддержки населения то есть конечно и и вот иммиграция выходит значит на первый план границы открытая нас значит абьюзу там и так далее и вот то что даже вот эти вот крики что вот сейчас мы из нато вообще к чертой матери по выходим пусть деньги платят меня там мы их там содержать не хотим это все идет уже предвыборная компания собственно никогда не заканчивалась то есть вот нынешнее президентство но такое интересное что постоянно продолжается предвыборная выборная предвыборная компания как бы мы так не ушли из этого состояния вот так что пришли вот следующим выбором с этим так что тенденция нынче к истерии антииммиграционной и это в общем то действует конечно на людей тоже я могу сказать что так потихонечку долбается в одну в одну сторону и немножко и продал в этом случае недавно мексиканский дедушка 91 год его но на него напали и избили причем избили кирпичом по лицу него из изуродованное лицо вот его фотографии там сюда и изуродованное лицо и вот его значит какие-то уроды избили со словами вали свою страну вот откуда приехал туда и вали поэтому есть какая-то связь поскольку как бы обращение к низменному вызывает ответную реакцию именно встречную реакцию именно у низменного то вот соответственно так и проявляется поэтому как бы связь связь тут прямая даже не косвенная так что такие вот дела ну что друзья мы с вами сегодня так побеседовали и расстаемся до завтра завтра у нас прямой эфир счастливо